Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Статья, которая сейчас озвучена, называется «Эпилог к архивным статьям». Написана она сегодня, 28 сентября 2017 года. Итак, начинаю. Закончил, наконец, выкладывать свои архивные материалы из тех сайтов, которые были по тем или иным причинам закрыты. По этому поводу хочу сказать следующее. Выложил архивные материалы не потому, что они мне дороги, как плод трудов моих праведных. Не для того, чтобы наполнить контент своего блога лишь бы чем. Все выложенные статьи и заметки, написанные несколько лет назад, актуальны и сейчас. За эти несколько лет ничего не изменилось. Наоборот, тенденции обесцвечивания национальных футбольных школ очевидны, во всяком случае для меня. Метастазы, транспортные по сути своей футбольной идеологии, все больше поражают не только футбольные школы, школы тренеров, но и футбольные клубы. Вы когда-нибудь пробовали пищевую смесь из клубники, чеснока, картофеля, огурцов, бананов и т.д.? Нет? И я не пробовал. Но привкус явственно ощущаю. Глядя на футбольные поля мира. Транспортное болото, лишающее кислорода современный футбол, явило на своей поверхности еще один «подарок» – разложение здоровых тканей футбола. Это тотализатор. Тотализатор – это невидимый убийца профессиональных прогнозов и расчетов, касающихся перспектив того или иного клуба, того или иного национального футбола. Если кто-то не понимает, о чем я говорю, то приведу простой пример. Команда А явно сильнее команды Б. Это понимает подавляющее большинство болельщиков и специалистов. Но, соблазненные заоблачными коэффициентами тотализатора, два футболиста из команды А через подставных лист поставили на победу команды Б и сделали несколько «грубых» ошибок в игре, дав возможность команде Б победить. Все в шоке, но руководство команды А бессильно что-либо сделать. Как с этим бороться? Вы знаете? Я – нет. Причина этого явления – она лежит на поверхности. Сейчас в футболе правит бал не мечта о высочайшем уровне мастерства исполнителей и командных действий. Сейчас правит бал в футболе деньги. Одна команда, не буду озвучивать ее название, занимает приблизительно 280-е или 290-е место в мировом рейтинговом списке. То есть она находится глубоко в… ну, сами понимаете где, да? И при этом хозяева платят футболистам 25 тысяч долларов в месяц. В месяц, ребята, 25 тысяч долларов. То есть футболисты этой отстойной команды получают больше, нежели ведущие специалисты некоторых крупных компаний, ведущих бизнес на международной арене. Достойны ли футболисты, которые практически ничего не умеют, такой оплаты своей деятельности на футбольном поле? Как вы думаете, уважаемый слушатель, как говорится без комментариев, вернусь к теме статьи. Архивные материалы, выложенные за последний год, вмещают в себе все знания, необходимые для революционного профессионального роста любого тренера. Я в этом глубоко убежден. Если кому-то не нравится моя категоричность и нескромная оценка моих трудов, то пропустите эту информацию мимо ушей. Я же утверждал, утверждаю и буду утверждать, что контент моего блога – это четкий указатель на пути к футбольному Олимпу. Господа оппоненты, понимаю, как мои последние слова вас раздражают, но посмотрите правде в глаза. Вы вырастили свои деревья, создали свои технологии сборки деталей футболистов в команду «Автомобиль», который готов нестись по автобану ваших методологий к мировому лидерству. А где плоды на ваших деревьях? Если где-то имеются, то такого вида, что хочется отойти за куст. Покажите свои достойные плоды, и я тут же откажусь от своих взглядов и убеждений. Причем публично. Говорю об этом настолько спокойно и даже с легкой издевкой, потому что знаю, ничего путного не предстанет пред моей очи. А если говорить простыми словами, то раздувание щек, много красивых слов, тоже отдел ведущих перманентным победам ноль. Поэтому, господа оппоненты, не обессудьте. На ваши заявления я буду реагировать так, как реагирует караван на известных возмутителей тишины. Поехали дальше. Много полезного в выложенных старых материалах могут найти для себя и футболисты. Было бы желание. Архивные материалы, глубоко в этом уверен, будут актуальны еще не менее 20 лет. Что будет дальше, не знаю. Я не пророк. Зато твердо знаю, что эра малограмотного, дремучего, бездарного, корыстного, грубого футбола неизбежно пройдет, и наступит эра доминанты творчества в футболе. Если мне повезет, то увижу первые ростки такого футбола. Сам же творческий футбол во всем его буйстве красок я не увижу точно. Но понимание неизбежности творческой доминанты не дают мне оснований думать с грустью о том, что такой футбол не увижу. Вернусь к теме. Архивные материалы выложены. Дальше буду писать и опубликовывать статьи, темы которых мне подсказывают читатели. К тому же у меня есть небольшой список тех тем, которые уже давно запланировал озвучить. В очередной раз хочу повторить то, что в блоге вы не найдете пошаговых инструкций к тем или иным действиям и намерениям. Раньше я эпизодически выкладывал конкретику на своих страницах. Точно зная из достоверных источников о том, что некоторые футбольные спецы заходят на страницы, тупо козлят все, что им необходимо, и даже не удосуживается сказать автору доброе слово. Теперь всю конкретику, все самые ценные материалы, все свои эксклюзивные наработки, в том числе и практические, буду выкладывать в формате платных услуг. Еще пять лет назад, открывая свой первый сайт, думал, что испишусь после первых двух десятков статей. Тогда я был наивен и неопытен. Теперь я понимаю, что тот, кто любит футбол, а не себя в футболе, исписаться не может в принципе. Футбол априори безбрежен и бездонен. Уверен в этом абсолютно. Всем удачи и приятного времяпрепровождения на страницах моего блога. Всего доброго, господа.